Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Если ты идёшь, допустим, по улице, поднял голову, хоть справа, хоть с левой стороны, солнечное затмение. Очень неблагоприятный знак судьбы. Но дурачьё само лезет посмотреть. Когда солнечное или лунное затмение, нельзя вылазить из дома и смотреть на этот диск. Также, если вы видеоролик какой-то в интернет увидели, там кого-то убивают. Животное какое-то или человека. Не надо туда лезть. Видеть смерть кого-то, кого убивают, неблагоприятный знак судьбы. Можно, может быть, вы посмотрели, ничего не будет. А может быть и будет, если попало. Когда приехал в Америку, в Лос-Анджелес, первый раз, организаторы лекции, девушки, женщины, побежали со мной обниматься. У них такое, как бы, ну, у них такие отношения. То есть с хорошим человеком надо обниматься всегда. Не важно, мужчина, женщина. Ну, то есть, я раз, и, как бы, я не обнимаюсь. Жена не разрешает. И они говорят, а что такое Али Кеннадьевич? У нас же нет никаких там к вам этого. Просто мы вас любим. И это правильно. В принципе, если вот добрые отношения к человеку, обнял его, он ничего не будет. Просто человек и человек, и все. Но, понимаете, иногда бывает так, что между людьми очень сильная совместимость сердечная. И вроде бы ты думал, что просто хороший человек. Он тебя обнял. А это была женщина, и не твоя жена. И потом нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой. Понимаете? Потом крыша съезжает просто. И с этим ничего не сделаешь. Нечего было лезть. Поэтому есть закон определенный. Парень не должен обниматься с чужой девушкой, если у него есть жена. Но даже если и нет жены, не надо с чужой девушкой обниматься. Сначала познакомься. Любовь зла, полюбишь козла. Обнялся уже все, знакомиться поздно. Связь установилась вот эта. Огненно, пламенно. Понимаете? В моей душе неосторожно вы разбудили вулкан. Потому что энергия между мужчиной и женщиной – это вулкан. Она очень огромной силой обладает. Сейчас в современном обществе как бы… Секс – это еще не повод для знакомства. Анекдот такой есть. Замечательный. А если кто-то в твоей душе неосторожно разбудит вулкан, что тогда? А замуж за тебя выходить не захочет? Или это вообще как бы чужой человек тебе? Что ты тогда будешь делать? Как будешь жить дальше? Знаете, это означает просто непонимание. Невежественное отношение к энергиям, сильным энергиям. Также солнечное затмение или убийство, допустим, ролики. Ну, допустим, у тебя плохой период должен начаться. Ты раньше эти ролики смотрел, у тебя нет проблем. Я не говорю про фильмы, а говорю прямо про настоящие какие-то события. И один, допустим, раз, так раз, и у тебя запало что-то в сердце. Ты не можешь от этого отвернуться как бы. Это значит, что у тебя плохой период идет – это раз. И что ты попал под влияние злых сил в этот плохой период – это два. Тебе надо от этого наваждения освобождаться – это три. А лучше бы было тебе вообще это все не смотреть – это четыре. Потому что рано или поздно ты можешь нарваться, понимаете, на засаду. У женщины все наоборот. Вот если она, допустим, ворона справа каркнула, у женщины значит, что надо сильно трудиться над своей судьбой для того, чтобы ее победить. А слева значит, что трудиться не надо, все само собой решится. Понимаете? Но вот если вы идете, и вороны каркают, каркают справа, слева – какая судьба? Да нормально все. Не то, что вороны всегда, когда каркают – плохая судьба или хорошая судьба. Мы говорим сейчас не об этом. Понимаете? Мы говорим о том, что вы о чем-то тяжелом думаете. И этот звук вороны пробил ваше сердце. Что у вас там что-то возникло непреодолимое, трудное. Вы были спокойны в это время. Вы не шли по парку местному и не ждали, когда вороны картнут. Понимаете? Сейчас судьбу будем проверять. Нет, просто вы на это вообще не обращали внимания. Судьба действует неожиданно. Знаки судьбы приходят неожиданно. Просто у вас было спокойное сердце. Вы ничего не паялись, ничего не ждали. Просто думали о чем-то тяжелом. Раз – неожиданно картнуло и пробило сердце. Или кошка, допустим, перебежала дорогу. Черное. Черное означает злое влияние. Любая кошка белая, но это нормально. Все, белое – это хорошо. А черное означает трудности какие-то. Или собака черная, допустим, рядом с вами бежит. Кошка перебегает дорогу плохо, а собака взглядом с вами и не отстает. Черная собака. Трудности какие-то. Или, допустим, хоронят кого-то. Трудности тоже. Справа или слева. Иногда человек хочет обойти справа мужчину, ему надо справа отходить. Женщине слева надо обходить. А не может. Надо обходить только с той стороны, с какой можешь. Это знак. Или женщина с полными ведрами проходит по часовой стрелке перед тобой. Удача, значит. Женщина нанесет счастье или страдание. Женщина – это энергия. Допустим, если она идет с полными ведрами, значит, удача. А с пустыми, значит, страдание. А если она с полной против часовой стрелки идет, значит, удача, но не у тебя. Но если тебя не дернуло это все, вот прошла женщина и с ведрами, и прошла, значит, это не для тебя. Допустим, если ты идешь, допустим, по деревне, думаешь о чем-то, поворачиваешь голову, мужчина вправо поворачивает горлову, корова хвост поднимает, и ба-бам с лепешка. Или писать начинает. Хороший знак. И с левой стороны тоже хороший. Но справа это значит вообще все будет как бы кока-кола. А с левой стороны это значит, что-то плохое будет, но не получится. А у женщины наоборот. У женщины левая сторона благоприятна, у мужчины правая. Но вот эти вот все вот такие внешние движения, они не являются самыми главными знаками судьбы. Самым главным знаком судьбы является сердце человека. Сердце человека. И там все написано, понимаете. Не надо думать, что судьба это что-то такое загадочное, неожиданное и страшное. Судьба вот находится вот здесь вот. И можно ее продиагностировать. Допустим, вспоминаете мужа своего, допустим. Вообще ничего не можете вспомнить уже. Не могу что-то его вспомнить. Это значит, что между вами нет глубоких отношений. Секс, дети, работа. Это значит, что он может вас бросить. Почему? Потому что совести в отношениях нет. Просто вспоминаю, я не могу вспомнить. Значит, нет глубины в вашей жизни. Вот это ваш знак судьбы. Спасибо.